Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это не мой гимн. Я бы свой гимн узнала с первых двух но. Не твой, потому что ты не патриотка России. Это гимн Российской империи. Боже, царя охрани. Позоришь. Оу, 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 оу. Да ну, хорош, блин. Если бы это был бы мой гимн, я бы его сразу узнала. Это не мой гимн. Ну, я понял. Надо знать историю своей страны. Блин, я знаю историю своей страны, но я же не могу быть патриотом Российской империи. Почему? Я вот патриот, например, патриот Российской империи. Ну, зашибись. Я рада за тебя, но ты делал не в этом. Патриотом может быть и в том числе можно быть в том числе и государственной страны. Я патриот своей страны. Я родилась в СССР. Как я могу быть патриотом Российской империи? Алло, брат. Так ты патриотка СССР, что ли, можно сказать? Ну, я патриот своей страны. Ну, твоя страна сейчас какая? Ты в Москве живешь? Я родилась в СССР, но я знаю гимн СССР, который перерос в гимн России. А ты в курсе, что гимн СССР очень классно влился в гимн России? И что, он не влился, просто музыка одинаковая. Музыка одинаковая. А ты все слова помнишь? Я намного лучше тебя знаю. Более того, я тебе скажу, что гимн СССР был не один, а их было четыре. Да, я в курсе, я знаю все четыре. Какой первый гимн СССР был, который был до 47-го года? С 22-го? Извините, все слова не могу вспомнить. Как он называется? Как называется? Он имеет одно слово название. Хуету, блядь, не неси. Не знаешь, лохушка. Интернационал он назывался. Не долго музыка играла. Не долго, пока я танцевал. Если есть. Есть. Задавайте. На украинский мор. Давайте на международном языке лучше. На украинский. Ну, украинский на международном языке. Ну, задавайте на вашей мове, я вашу мову понимаю, разумею. А, разумею это? Да, в школе изучал. Как ваша справа? И сколько вам руки? Бизон слева, антилопа сзади. 102 года. Я не поверю, что вам 102 года. На личные вопросы не отвечаю. Есть какие-нибудь еще вопросы общего плана? Ну, я бы сказал, на личные вопросы отвечаю. Я не отвечаю на личные вопросы. Какие живете? Это не интересно никакой. В Канаде я живу. А сколько? Как вас зовут взагалі? Олег меня зовут. А вас? Олег? А сколько вам роков? Ну, уже повторяется. Я же сказал, 102 года. Я не поверю, что вам 102 года. Уже по кругу пошла. Помогает? Да, видите вот, а вы же обратили внимание. Вы-то на какие темы беседуете? Может, вопросы интересные есть? Да, я же не знаю. Зеленский? А ваша? А ваша? Отдель. Хорошо. Чуть-чуть приболел немножко. Ну, понятно. О чем в рулетке беседуете? Может, вопросы интересные есть? Немного сломлен, но не подвесен. В общем так. А, да и так просто. Здоровья вам пожелать хотел. И все? Я думал, может, какие вопросы интересные зададите? Всего самого наилучшего вам. Ну, не желайте беседовать. Вам так же. Всех благ. А у вас, извините, а вот этот вот портретик у вас, это кто? Мне даже стало интересно. Это Александр Второй. Царь? Царь. А вы откуда? Из Харькова. Я с Россией, ничего страшного. Я вверх с Липецком, ничего страшного. Нет, не с Липецком, с Рязани. Потому что написано Липецк. Ну, ладно, бывает. Ну, может, нам где-то какая ошибочка. Знаете, я просто... Кто из Липецка, я им вопрос задаю, интересный факт такой. Знаете, что во время Второй мировой войны на Липецк ни одна бомба не упала, ни один кирпич не пострадал. А почему? Вот именно почему. Потому что у Геринга там была любовница. Тайная. Он когда учился в СССР, он же в СССР учился. Так. Когда был лейтенантом. Это интересно. Он тайно прилетал в своей любовниче даже во время Второй мировой войны. И приказал Липецк абсолютно не бомбить. Ну, я слышал, насколько я помню, даже в учебниках написано, что Липецк не бомбили из-за того, что там был аэродром. Там немцы тренировались до войны. Как бы было совместное учение у них. И плюс они рассчитывали это как воздаром, чтобы посажать свои самолеты. До Москвы было 500 километров. Поэтому как бы... Ну, это тоже версия. Ну, и да, и плюс любовник. Имеет право на жизнь. Это и моя версия такая. Да, я слышал. Моя типа более пикантная, можно сказать. Романтическая. Да, да. В наше непростое время. Да, точно. Вы приятный собеседник. С вами приятно. А вот хотели переключаться. Да пожелали здоровья сразу шесть. Нет, я не с колечки. Если хотите, заходите на мой канал. Есть желание заходить? А где у вас канал? Ну, на ютубе. Сейчас я вам напишу. Напишите, пожалуйста. Это слово скопируйте, потом наберете в поиске ютуба. Хорошо. Дэн Клуб? Да. Все, понял. Скопировали? Да. Ну, хорошо. Еще какие-нибудь ваши вопросы у вас есть? Ну, вы историю хорошо знаете? Хорошо. Вы историком были? Нет, это хобби для рулетки. А, понял вас. Замечательно. У меня три образования, два из них выше. По первому ученой степени. Понимая лекции в вузе читал. Но истории, в других нет. История, я уже хобби так вот. Она востребована в рулетке. Уже изучаю. У меня память. У меня память хорошая. История. Ее же нетрудно изучать. Если ты тут память, нужно только иметь. Это же совокупность фактов. Ну да. Факты никуда не вычеркнишь. А у вас какое образование, если не секрет? У меня средне-специально. Ну, на какой? Налоговик. Налоговик. А, налоговик, да. Понятно. Ну, я не по специальности, поэтому как бы так. Ну, я раз. Поскольку бросил, делал и все. По молодости. Бизнесом занимаетесь, да? Да нет, не сказать. Нет, просто когда имеешь налоговое, хотя бы средне-специальное образование, удобно заниматься бизнесом, потому что уже... Не спорю, удобно. Ты умеешь ориентируйся, как законно обходить кое-что? Зачем обходить законы? Надо быть законопослушным, гражданином, любое. Нет, я сказал законно обходить. Можно законно найти лазейки, какие-нибудь льготы, да? Ну, бросить. Зачем это нам? Воспользоваться ими. Меня воспитывали по-другому, живу честно. Нет, ну, если я говорю законно обойти, это значит честно обойти. Просто есть такие вещи, которые не рекламируются. Если все будут, это невыгодно государству. Ну, конечно, если все будет. Но если человек, так сказать, для себя это нашел, то это не считается каким-то криминалом. У меня, я занимаюсь и видеонаблюдением, как бы, мне это нравится. Мои фобии. Понятно. Так что, поэтому, как бы, все по-честному у меня. Ну, ясно, ясно. Ну, рад за вас, рад за вас. Я тоже за вас. Приятно было пообщаться. Ну, что у вас на канале, заходите, посмотрите. Лайк с меня. Спасибо. Лучше не лайк, лучше подписка. Хорошо, спасибо большое. До свидания. Всего вам доброго. Не долго музыка играла. Не долго пока я танцевал. Кто ты на канале, заходите? Кто я на канале? Ну, ты. Окей. Может, ты говоришь русский? Немного. Окей. У меня русский-записка. У меня есть русский-записка. Это более удобно, если мы говорим в русском. Вы согласитесь? Я не понимаю, что это значит, что это значит? Okay. Conversation? Oh, conversation, yeah, that's fine. Okay. Вы родились в Америке? Was gone or приехали? Was born or приехали? Я приехали, я приехали. Откуда? Где вы жили до USA? Колумбия, Южная Америка. откуда русский знаете прилично так у меня бабушка бабушка и нет русские я понял на какие темы беседуете рулетки что это означает не Doors коментации что это означает, а что мы входим, это это рандом это рандом конверсетация, но неоднократно говоря english, и вы сейчас ELS straggно это рандом, я практикую русский язык и ланг湖, гранат и практикуем Я пытаюсь понимать, говорить и что-то такое. Хорошо, хорошо. Большое уважение к тебе, что ты не знаешь русский. Это хорошо. Большое ошибку, что я не знаю русский? Большое уважение, не уважение, уважение. Хорошо, хорошо, я понял, я думал, что ты обманываешь меня. Хорошо, спасибо, удачи хорошего дня. В же время. Так вы куда-то убежали от меня? Ну, сорвался Аэро Руетто. Ты же через программу, видишь, действуешь. Она немножко когда воспринимает, когда нет. Кстати, что хотел сказать вам, у вас видео нормально выходит, но вы почему-то растягиваете. Не знаю почему, как-то они у вас растянутые. Это не я растягиваю, это ютуб растягивает. Это сейчас нормально. У меня видео на видеофлеере нормально идет, а когда YouTube закачивается, он ее плющит, но меняет это со стороны здоровья. Это какой-то кодек, он не воспринимал, а если я выкладываю, это видео кажется зрителям новое, а на самом деле оно снято может полгода назад, тогда были проблемы вот такие. А сейчас у меня вроде нормально все выходит. Я кодек поменял. Посмотрю. Посмотрю в ближайшее время. Вы мне пишете, может, в этом? Подписчик я, да. Как ваш ник ютубский? А, не скажу. Не, ну хорошо, не говорите. Ну ладно, всех благ, спасибо за то, что... За меня. А за себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские это какой чей отвечает? В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Воронеж передали. В 1922 году. В Воронежской области. А в 1922 году Левская область где была? В Австрове, Венгрии. Опа. Так это не было еще? Ну еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, не так его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. А вы не знаете здесь, как уровень? 60 километров от кордона с Польшей. Ага. Как вы думаете, какая это может быть область? Сумска? Вау. Пускай могут быть, мы живем с Польшей. Веселитей. Ха-ха. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении Первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского Воробьёв из Краснодара приедет завтра Ага, вот с ним и Зарабяном завтра Совместность стоим Каркафовский групп Мы сделали украинским углом и ночным Мы таясь Да, да Не надо испытывать наше терпение На любой выбор У нас есть консульный ответ Вплоть до самых крайних мер И я хочу напомнить Горячим головом под оранжевыми знаметами От Хайкова до Гиева 480 километров А до границы с Россией 40 Давай, ситрона огромная Давай, наркомерный бой Ты машинской силой немною Хорошего еще мой Но ты мне улица родная И в непогоду дорога Субтитры создавал DimaTorzok